То есть история это один из механизмов самосозидания человека, когда человек, изучив набор представленных ему фактов, анализирует их, делает какие-то выводы и на основе этих выводов моделирует свое поведение. Вот если этого нет, то нет никакой истории. А есть сплошная схоластика. В этом смысле, например, есть целые страны и народы, у которых истории нет. Например, у России нет истории. От чего? От того, что Россия не делает выводов из того, что с ней произошло. Ну понятно. Понятно, да? Да, это понятно. А есть страны, у которых есть история, ибо они сделали выводы. Это не означает, что они сделали выводы и наконец-то пришли к единственному возможному пути развития. Нет. Но это означает, что они развиваются. Ну да. Ну, Ю, ты знаешь, честно говоря, я считаю, что то, о чем ты говоришь, ну да. Но мне кажется, что... То есть история, с твоей точки зрения, это умение и процесс делания выводов. Совершенно верно. Ну, откровенно говоря, мне кажется, что это только часть истории, что все-таки история факта... Да нет факта. Ты смотри, что такое факт? Факт всегда есть, просто он нам никогда не будет известен. Совершенно верно. То есть его нет. Есть версии. Нет, как событие. Понимаешь? Он есть. То есть если бы я оказался... А есть ли он, Саша? То есть если бы я оказался рядом с Цезарем и увидел, как он умер, и был честен и откровенен, передавая это... Да. Саша, а он умер? Ты видел, как его убивали? Ну вот если бы все было при мне, то для меня это было бы фактом. Хорошо. Нет, нет, нет. Проблема в передаче этого дальше. Ты путаешь. Извини меня, ты путаешь. Если бы это было при тебе, то для тебя было бы фактом не сама смерть Цезаря, а способ, которым эта смерть произошла. Ну а сам факт смерти, что не был бы для меня очевиден? Вот я вижу, что он бездыханно лежит. Да, 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 да. Но это же, ты понимаешь, факт никогда не бывает, ну вот, так сказать, просто каким-то голым итогом. Факт это то, что... Значит, то есть ты бы рассказывал, кто его убил, как его убили. Если бы знал. Ну если бы ты был рядом, ты говоришь. Ну если бы все было на моих глазах. Да, да. Как только это на твоих глазах не произошло, а ты воспринимаешь это по чьим-то рассказам или написаниям, это фактом для тебя, строго говорящим. Да, я об этом и говорю. Это версия развития событий. Люди, которые видели смерть Цезаря, давно ушли туда, где он сейчас находится. Мы не знаем сегодня вообще, Цезарь, он умер так или нет. Он совсем недавно ушел, последний, кто еще помнился. Да, верно, да. Мы не можем сказать, его действительно убили или он уехал куда-нибудь, значит, в какое-то имение, а убили какого-то двойника. Да, абсолютно. Поэтому я и говорю, что рассматривать историю как набор фактов нельзя. Мы не можем быть уверенными в том, что эти факты имели место. Мы говорим по свидетельству там Солюстия, Титоливия, не знаю кого еще, да, Цезарь был убит такого-то числа, там, в мартовские аиды, такой-то, такой-то кучкой заговоров. По свидетельству говорим мы. Пятью-шестью аидами. Совершенно верно. Пятью-шестью мартовскими аидами. Например. Такими не сильными, но быстрыми. В ком-то звучит. Это у меня в организме, да. Это у меня печень посылает СМС в голову. Скорая весна. Мне плохо. Скорая весна. Скорая весна. Скорая весна. Уже почти весна. Да. Уже вороги гадят. Так вот. Поэтому я и говорю, что для меня личная история, для меня факт теряет смысл, если я не его свидетель. Да, согласен. Более того, если даже я его свидетель, я готов признать, что то, что я вижу, это не факт, а версия факта. Человек, который стоял чуть левее, чуть правее, чуть сзади, чуть сверх. Нет, но для тебя это не версия. Все-таки. Это моя версия. Ну хорошо. Но я не склонен принимать ее за истину, да. А уж если я чего не видел, а мне что-то рассказали или я протел, это вообще не факт. Поэтому историю рассматривать, как это было в таком-то году, это смешно. Историю можно рассматривать, как некую притчу, которую нам рассказывает мироздание. Устами людей оно говорит тебе мироздание. Друг мой, если ты, скажем, узурпируешь власть в своих руках, то, во-первых, у тебя не будет никогда друзей, потому что ты никому не будешь верить. Во-вторых, ты будешь жесток, потому что ты будешь вынужден уничтожать всех конкурентов. В-третьих, мой друг, ты никогда не построишь экономически действенную, выгодную модель развития ни твоей страны, ни твоего двора даже. И в-четвертых, скорее всего, мой друг, тебя убьют те, кто захочет занять твое место. А-а-а, говорю я себе, так вот оно что. Это писал Тит Ливи, это писал Солюсти, это написано в пергаментах, это написано там, 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 там. То есть огромное количество незнакомых друг с другом людей, живущих в разные страны, в разные времена, описывают мне примерно одинаковое развитие событий. Значит, говорю я себе, тирания, скорее всего, это таки да плохо. Вот это история. Тогда она есть у меня, у моего народа, у моей страны и так далее. Если ничего этого не происходит, если происходит этот вот, значит, знаменитый анекдот, Пушкина убили, Лермонтова убили, я себя хреново чувствую. И, так сказать, из этого никаких выводов никто, то это не история. И мы вот, что касается России, мы так к этому и относимся. Для нас Карамзин, там, Ключевский, Соловьев, это набор анекдотов. Мы с жадностью читаем, сколько Иван Грозный порубил народу и каким способом, и мы совершенно не склонны полагать, что нынешнего Ивана Грозного зовут, скажем, Владимир Владимирович Путин. А то, что он народ не рубит, так это просто потому, что принято есть вилками, а не руками. Вот и всё. Кстати, отсюда и тезис о том, что история наука не выдерживает никакого. Она не наука. История не наука. История – это способ мышления. Вот что такое история. На мой взгляд, единственно верный и единственно возможный для того, чтобы дать обществу хоть какой-то стимул к развитию. Ну, либо интерпретация факта. Не факта. Иллюзия факта. Да, совершенно верно. Это извлечение смысла из факта. Смысла. Почему это произошло? Не просто перечень. Это произошло. Там, Тутанхамон изменил Нефертити, и от этого случилось вот это. А дальше что? Что толкнуло Тутанхамона? Что сделало Нефертити в ответ? Эхнатон. Какая разница? Вчера Эхнатон, сегодня Тутанхамон. Он был супругом. Сегодня Нефертити, а завтра Фертити. Но смысл-то один. Фертильный рядом. Совершенно верно. Это то, что Мамрадашвили называл дурная бесконечность. Вот когда, значит, один человек, народ, страна, общество в целом повторяет одни и те же ошибки, это называется дурная бесконечность. Неизвлечение смысла. Причем упрямое, убежденное и сладострашное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова